Лукашенко подавил и неделю назад Абдам Федорову привезли. Спрашивают, как же он с ума не принимает? Удивительно. Вот в них мы сами раскрасили лучшего администратора Крестава Горы. 240 администраций картин. Подарочные. 240. Тут несколько человек, мы в большие годы трудились. Это в XI веке болгарский архиепископ православный дал полное толкование всего Нового Завета. Как его звали? Как звали епископа? Архиепископ того. Вот тут написано. Феофилак. Минуточку. Первый. Да я понял. Это благословение. Это сейчас вал идет. Я слышала много. Зажима Феофилак, архиепископ болгарский. Это IX век. Все понял. То есть даже с откровением все здесь толкование. Самое полное. И плюс опровержение всех современных сектантских толкований. Я миссионер, в моем доме многие сектанты стали православными. Здесь не то, что там нападки, а просто мы показываем. Они хорошие люди, они хорошие семейные, но в них нет священства. И это делает не церковь, а просто собрание хороших людей верующих. Церковь начало в первом веке. Лютеране не могли появиться раньше Лютер. Как маршисты раньше Маркса. Вы бы в наши хотя бы храмы зашли. Ничего мы не успеваем. Мы уже из графика выходим. Мы прошли Болгарию, прошли Лумынию, Венгрию, Польшу, Германию. Дошли до Дальнего Востока. Потому что для храма, конечно, это было бы невероятно. У меня целая пачка для храма бы столько. Невероятно ценная для храма. Тем более он прямо вот тут рядышком. Пообщайте. Вот эта книга является каждый ключ к остальным книгам. Почему? Это вот я сфотографировал с патриархом. Патриарх. Еще был. Вот. Это я его арестованный. Это летят святые. Я был более запрещен. Моя биография очень похожа на сложение сельского. Вот. И здесь все на одних документах показано. Как мы строим столя деревню. Первым делом это храм. Школа. Все своими руками. Ну а далее вся самая книга. Подождите. С удовольствием. Вот эта книга как бы ключ к остальным книгам. Понятно. Именно вот это. Для слова можно купить. Потому что писать, печатали во Франции, а потом прислали оттуда. Это я на площади проповедовал. Священника. Нет. Это только фраза. Я так понимаю, что человек является миссионером. Правильно. Православный миссионер. Православный. Среди этого два свидетеля. Его там разные. Как научиться с ними беседовать? Я сейчас покажу. Это вообще невероятно важно. Научиться беседовать. Вот видите. Хотя маленький показать. Допустим. о спасающем благодати Божией. Что отвечает сектант, что православный. То есть это не нападок еще, а конкретно показано, в чем наша правда. И как самое хорошее друг от друга взять. Вот допустим, одиннадцатый итог. Вот это не убирайте, пожалуйста. Это 180 лет старое гречество. Как самое хорошее оттуда взять? Ну, здесь просто вопросы, которые задавали. Основание Слова Божьих, как я отвечаю в университетах по радиопрограммам. Я 50 лет этому посвятил. А вот набор делал сам и версту. 9 лет. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Ну, вы хотя бы какую-то спонсорскую поддержку это имеете? Я так понимаю. Невозможно же все это напечатать? Это невозможно. Все понимают, это невозможно. Но Бог мне позволил. Понятно. Спрашивает, как было. У меня выходило на сон 2,5 часа. Бог позволил мне так. Я имею ввиду средства. Деньги. Средства. Я же понимаю, насколько это все тяжело. Это нельзя издать. Это обстанет. Вот это вот 3 тысячи до 75 евро. Все вместе до 750 евро. Я про то и говорю. Вот. Видите, вот какие спонсорские. Вот, вот, вот. Это люди, которые помогли, да? Это Сбербанк России. Президенты компании. Кому попадать к ней. Книги имеют возрождающие действия. Люди, которые совсем, совсем сбились с пути. Угу. Крестный ход. А это мы деревне строим. Угу. Угу. Крестный ход. Вокруг. Угу. Угу. Понятно. Угу. 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 Вы скачаете на кухне. Я буду считать вам. А вы работаете. Здесь Библия. Архипелаг Булаг. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. Угу. Этого нигде в мире нет. Угу. 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 Вот это вот... Крестиного православия. Видите? Угу. Вот это немножко хотя бы сливочнее еще... Да нет, мне достаточно просто. Угу. Угу. Сереж, иди сюда. Звезли. Иногда Библиотеку вообще не понимают. Не ценят. Это православный миссионер, привез нам в литературу, да, именно на духовные темы все, причем в каждой книге, например, 3000 и все, а то, что священное писание. Вот как отвечает православный человек, так и отвечает сихотворение. Как можно им отвечать? Вот просто есть. Он на сих раз. Значит, она сама видна. В этих книгах 3467 алисих творений. Они необычные темы, посмотрите. Напротив, все поделить куплетов, напротив каждой строчки, место Библии, откуда взята мысль. Вот знаете, как выглядит это. А сейчас уже кое-кто в интернете появляется, увидели, это уже здорово, но надо знать писание. Мысль должна быть высвящена, подтверждена, священным писанием. А вот возьмите, сразу вот это, наш сайт. Особенно, чтобы нам удобно на диск скачать и дорогу ездить. Служивание, видишь, вот это ума. Видите, они с захватками делали, вещами написания. Служивание, один отец его архивистовского болгарского. Да, того самого, жена аудио слушает. Ну, первый почитал. Четверо минутки. Видишь, вот нам теперь... Это всего здесь 240 иллюстраций, которые, наверное, раскрашены. Места вонария, это лучший иллюстратор. Конечно, задача была большая, мы даже не знали, сумеем ли ее выполнить. В прошлом году мы дожили на Дальнем Востоке, жили на Барнауле. А нынче мы пошли в Польшу и Германию, заплатили 7 государств. Полностью прошли Украину, Белоруссию, Молдовию, Крым. И вот сейчас впереди у нас Грузия, Азербайджан, Армения. Угу. Предупреждали в Чечне-Небесе. А мы пришли, пошли обратно. А в Абхазию пойдете? А? В Абхазию пойдете? Не понял. В Абхазию? В Абхазию? Нет, нельзя. Почему? Не запрещено. А что ж такое? Запретили, если пищать там поставить, Грузия не пустят. Ааа. Они сказали, это территория оккупированная Россией. И поэтому Южная Осетия нам не подвластна. Мы можем обратно когда-то ехать, зайти в Абхазию. А туда если, все. А нас там ждут, там монахи, священники, может, записываться, ждут. Там мои крестники есть. В Абхазии? Да. Нет. В Грузии. Вот иногда говорят, ну вы что, слепые нас? Вы не верите, что мусульмане до самого Востока? До самого Востока везде не работают. Ну и что? Да? Красивые, шарнявые ребята. Это вывод-то какой. Евгений захватили, все вы знаете. Я говорю, ребята, я ни с кем не спорю. Бороться надо. Ну а уши покажите мне. А вы автомат привезите. У нас нет автомата. Любовь. Другого нам не дано. И вот они приехали, ко мне привезли еврея. Показать его. Какой он. А он обратился. Сейчас православный батюшка, поручелец патриарха. Мой крестник. Доумий Зайнич. Все. Пускай через каждого священника приятно один еврей, станет православным батюшкой. Вопрос решился. У меня... Я сам сидел несколько раз в пяти тюрьмах отбывал. Следователь КГГ обратился. Сейчас. А сейчас. Батюшка. Обратился. Конечно, меня не трепали за него. Какого человека погубили. Это невозможно. Это Бог коснулся сил. Он поверил, что за него умер Христос. Что Христова кровь омыть сильна нечистоту порока. И отойдет от вас свина, как Запад от вас плохо. Все в Боге. И тогда наши семьи будут другие. Говорят, а какая национальная идея, объединяющая Россию? Там конгрессы бывают, меня вызывают везде выступать. Я говорю, не знаю эту идею. Никто не знает. Откуда вы это знаете? Не о практике, а не философе. Ну и расскажите. Я говорю, дети. Все дети. Дети воспитанные во Христе. Дети воспитанные во Христе. Он в первую очередь ответственно берет на себя. Из-за живой, из-за детей. Это ни одного взятощита прокурора. Ни одного коррупционера. Губернатора. То есть это все будет поставлено во свет Слова Божия. Дети воспитанные во Христе. Цель для всего. Ну мы это все оформим, конечно же. Это будут как бы библиотечные книжечки, конечно. Мы сделаем выставку. Чтобы это все видели все. К нам приходящие. Я говорю, мы это сделаем? Да. Знаете что? Спрашивает, как назвать. Вот понимаете как? Вот это название первое. Открытым оком. Оно взято из священного писания. Слова эти не выдуманы. Второе название у меня. Вот какое подходит. Во свете Библии. Все. Вот. Я видите, как здесь делаю? Кавычки показывает начало. И я как бы искусственно поднимаю голову кверху. Не вниз строка, а не так кверху. Люди, задумайтесь, есть вещи. Я тогда выступаю. Бывает в милиции. 750 офицеров сидит. Я говорю, скажите, у вас на ошибке вот трикола. Скажите, а что нас дышает? По сегодняшний день один не ответил. Я отвечаю, наш флаг единственный в мире. За всю мировую историю. Вне национальной, вне религиозной, вне временной. Первое, это кровь. В крови человек рождается и в крови умирает. И борьба идет. Как Мискевич говорит, от коры на центре пропитана. Кроме земли. Второе, задумайся о небе. Голубое. Третье, великий белый престол. От коронельных, 20-й, 18-й стих. Равной степени три полосы. О небе задумывается. Мусульманин, буддист, кто бы он ни был. И все время думает только о подошве формы. С меня под дубом есть такое. Поэтому красный, синий, белый, без всяких знаков. Это единственный в мировой практике флаг. Я бы матросом служил. В флаге мира все знали. Государство, в которых выход едет не к морю. Такого флага нет нигде. Это как непрерывно. Сейчас, видите, на столбах, красок в три полосы едешь. Это беззвучная проповедь. Люди, задумайтесь о Боге. Задумайтесь о жизни. Мы живем без Бога. Нельзя так жить. Бог дал такую красоту, такой мир. Что вы, как-то мелочь, это так все. Мне 74 года. После таких операций я всю жизнь на стройке работал. Мне ездить нельзя. В прошлый год 50 тысяч километров проехал, живой остался. И нынче уже, наверное, 18 тысяч. Это Господин. А как, 50 лет жизни ты отдал? Я отдал. Это, повторяю, мой народ, моя страна. Даже не придумывайте. Любую книгу только открыл. И у тебя мир сразу перед глазами меняется. Что? В первую очередь, вопросы и ответы. Далее, проповеди, которые в храме. Ответ на самое знание, что? О, бездна богатства. Бездна богатства примут население Божия. Это проповеди, о которой я говорил. Дальше, что такое-то? Дикое маслино. Это и Слово Божие. Что она означает? Я показал уже здесь. Вот это вот один дом. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Такого нигде нету. Они не имеют подражания. Вот. На каждый вопрос студентов я отвечаю. Шесть поэтов. Вот это мой брат. По-то и верить. Видите, венчание как идет. Красота какая? Ну это вот уже после венчания. Обед идет. Он сплавился с ними. Такую красоту люди порушили. Столько храмов. Бог дал возможность снова уберить храм и восстанавливаться. Но не храмом дело. Вы храм Бога Живого Господа. Вы. И поэтому ни одного лишнего нет. А то кого-то гнать, что-то придумать, слушать. Просто безумие какое-то. Я себе подумаю. Изгони из души грех. Дай место Христу. И ты увидишь ни одного больного, слепого, хромого, лишнего нет на земле. Бог так сделал, чтобы мы искали это поприще. Где приложить проявление любви своей. Вот я начальник детского малайдера оставался. Сорок лет. Это не два года. Сорок лет. Ни рубля государство не давал. Тысячи или подел. Мы конкретно показываем. Вопрос решается. Притом не за десять, не за двадцать лет. В России семнадцать тысяч сел погибло. За тринадцать лет. Это не секрет. Мы конкретно получили сейчас от земли статус. Храм построен. Школа государственная. Своими силами. Ни рубля. Никакой международный валютный фонд нам не поможет. Вот как оболон нам застричь. Чтобы люди не вылезут в России. Надо научиться жить для вечности. Я немножко это сказал вам. Мы все поняли. Но, главное, здесь, когда вы зайдете на сайте, то вверху будет написано в православной форме на телах. В него открытие и тысяча четыреста сорок тем. А у нас только сняты. Девятьсот семьдесят роликов. Тот там же и фильм. Один принесли на первое место в России. Второй главный пиксель международным корпусом. Искортом, возрождающейся Россией. Конечно, громкие слова. Но, что можем тут делать? Мы верим, что за меня сейчас приехали. Представьте, сколько километров. Сколько раз по границу пересекали. Везде что-то надо дать. Едем с собакой. Не пропускают. А я везде трех дом. Вот это вот семьдесят пять евро. У тебя двери прошиваю буквально. На таможене везде. Ладно, доезжайте. Почему я знаю, что это все взятое. Кроме книги. Где взятое не считается. А я знаю, что его внуки еще будут заглядывать сюда. Такую красоту. Андрей Сергеевич. Глава католической церкви России. Ну, я на нем на большом виде. И вот он тоже в свое воспоминание пришел. Как он дружен был в смене. Как он с ним общался. Как он все... И вот я, товарища Зайченко, послала Юра Дослава. Мы с ним родственники. Двенадцать поколений. Двести поколений. Двести поколений. Послали. Пожалуйста. Пришлите мне фотографии. Кто? 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 Да. У него католическая помощь и силы была сами. Это Александр. Я знаю. Но. Это его путь. Мы должны учить и ценить свободу во всех. Бог дал выбор. А ты избери. Избери правильный путь. Make your choice. Как американец. Сделай выбор. Все будет прекрасно. Скажите. Ну, еще раз вот. Совершенно неприличный вопрос. Приехала я в Вискарин. Иду с подруг. Вот. Давайте вот. Вот это вопрос скажем. Это. Я думаю, что он не воплывал. Это мы помняли. Вот. Седьмой. Вот. Восплох. И вот седьмой. А это по ЖТМ Святых я обещаю студентам. Это 1673 географии. И скажут, что взять определенный момент по вопросу. Вот здесь. Это тоже первый перерезал. Игнать Тихонович, вопрос хотят задать. Давайте. Вопрос. А вот умер, погиб Меря. Да. А жена священника, через сколько она могла имела право выйти замуж? Видите, канонов таких нет. Он, если бы она погибла, а он жирился, сам снимается. Понимаете, я приехала в Владкарина, иду со своей подругой. Идем мы по улице. Она говорит, посмотри, а это идет жена Меря с новорожденным ребенком. Я чуть не упала. На, наверное, года полтора всего пошло. Не знаю. Сорок дней это та грань, через которую они переходят. Сорок дней только всего. Я была так удивлена. Канонов нет. Понимаете, я вам отвечаю со знанием дела. Канонов нет. Ее обвинять не в чем. То есть она свободна. Написано, если муж умрет, то она свободна выйти за кого хочет. Ирина 7 глава 39 стих. Все. Это написано. И Христос сказал в Матфеи, Евангелии, 19 глава. Я вам говорю, ссылаясь на слова Христа и апостола Павла. Спасибо. Спасибо. Это должно подтверждаться мощно и окончательно. Пошла к осенью. А вдруг ей вот это принесет. Право. Пошла.